Илья Бирман и Михаил Нозик просили передать, что их дистанционный курс презентации клиента и публичного выступления пройдет с 11 марта. Илья и Миша арт-директора бюро. Они презентуют и сдают проект клиентам более 10 лет и часто с первого раза. Оба выступают на дизайнерских конференциях с самыми интересными докладами. Так что этот курс основан на многолетнем опыте презентации и выступлений. Участники курса будут учиться готовиться к презентации, как придумать сценарий, какие собрать материалы, с чего начать, как говорить, как держаться, как вовлекать аудиторию. Илья и Миша покажут инструменты и форматы слайдов, объяснят основы их компоновки. Они поделятся опытом, как работать с замечаниями и неудобными вопросами, как справляться со стрессом и что делать, когда что-то пошло не так. Помимо вдохновения и рекомендаций, участники курса получат практический опыт проведения презентации. Будут выступать друг перед другом и перед преподавателями, ошибаться, получать обратную связь и совершенствовать свои навыки, постепенно чувствуя себя все более уверенно. Курс подойдет всем, кто хочет научиться презентовать свои идеи, защищать решения, интересно рассказывать дизайнерам, редакторам, менеджерам, маркетологам, аналитикам, разработчикам, преподавателям и студентам. Мы всегда знали, что уметь презентовать очень важно, но перед тем, как запустить курс, посмотрели и удивились, как часто в вакансиях сейчас требуется навык презентации у самых разных специалистов. При ранней записи на курс можно сэкономить. До ближайшего вторника, 20 февраля, стоимость ниже на 20%, позднее участие станет дороже. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Александр. Как студенту школы-бюро получить высокую оценку за задание «Выбор темы диплома»? Александр. Вопрос на миллион. Действительно, по заданию «Выбор темы диплома», к сожалению, студенты получают очень часто невысокие оценки. И связано это с тем, что в задании «Выбор темы диплома» нужно написать понимание задачи. А написать хорошее понимание задачи – это очень сложно, и это трудно, этому надо учиться. И, собственно, само задание нужно для того, чтобы вы потренировались это делать. При этом, конечно же, все подсказки о том, как сделать хорошее понимание задачи, есть уже в самом задании и в, конечно, материалах, которые мы даем. Достаточно, как минимум, прочитать внимательно то, что написано в задании, и проверить себя на то, насколько то, что вы делаете в этом понимании задачи соответствует тому, что там написано. Как я всегда говорю, самое важное в понимании задачи, и об этом был недавний выпуск, то, что написано в задании. Главный критерий качества первой части понимания задачи – это в первом уже абзаце должны быть явно названы а – полезные действия вместо обещания и удобства и понятности, б – способ его достижения в новой системе, и в – правдоподобное объяснение работоспособной системы. То есть, другими словами, чего вы хотите достичь, дальше – как вы хотите это достичь, и объяснение, почему это действительно получится сделать хорошо, и почему это ваше решение заработает. Есть, конечно, нюанс. Например, предположим, вы описали, что вы хотите помочь не всем людям на Земле, например, а конкретным людям, конкретной аудитории даже, и хотите получить какую-то пользу, какое-то знание, или какую-то, не знаю, какую-то помощь, или еще что-то, и в качестве решения, это вот первая задача, получить какую-то пользу, а в качестве решения у вас вы предлагаете сделать сайт. А если это все, что вы скажете на тему вашего решения, к сожалению, вы, скорее всего, получите плохую оценку. Почему? Потому что сделать сайт – это, в принципе, не является решением задачи, и у нас есть даже шуточная теорема, которая звучит, что сделать сайт – это не решение задачи. И для доказательства этой теоремы я всегда всем предлагаю мысленный эксперимент. Создайте Google-документ с любым текстом, вот у вас получился ваш сайт. Потому что можно дать на него ссылку любому человеку, и фактически он может зайти и прочитать, что же там написано. Дальше вопросы. Откуда вообще любые люди узнают об этом сайте? Откуда они там на этом сайте появятся? Почему они туда придут и будут пользоваться этим вашим сайтом и документом? Какой реальный сценарий, при котором люди пойдут его читать? Конечно же, сайт может быть частью решения. Но вообще-то не факт, что сайт – самое эффективное решение. То есть, как он вообще своим единственным существованием привлечет аудиторию? Но ответ, конечно же, никак. И, соответственно, можно привести какие-то примеры из жизни. Просто я вам приведу для каких-то описаний действительно работоспособных моделей. Вот, например, есть звукорежиссер Уоррен Хьюарт. У него есть академия сведения, которая называется «Продюс Лайка Про». То есть, сведение музыки имеется в виду. И на сайте этой академии там есть каталог его курсов. И какой-то личный кабинет обучения. То есть, мы можем представить себе, что мы пишем понимание задачи этому Уоррену Хьюэту. И там будет помогать тысячам музыкантов в таких-то жанрах. Учиться там сведению музыки. И это полезное действие. Способ достижения. Мы делаем сайт, на котором будет каталог курсов и личный кабинет. На котором можно будет оплатить курсы. Типа, но дальше вопрос. А что дальше-то? То есть, мы предположим, он сделал сайт. Почему это заработает? А как на самом деле у этого Уоррена Хьюэта? На самом деле у этого Уоррена Хьюэта, у него платные студенты приходят с YouTube-канала. На котором 700 тысяч подписчиков. И там на этом же канале просто целая тонна бесплатных знаний. Которые раздаются направо-налево. Где куча каких-то там известных звукорежиссеров. Каких-то советов. Каких-то типсов и триксов. То есть, там огромная аудитория. И куча знаний. И привлекательных каких-то элементов. Которые, собственно, заинтересовывают людей. И те из них, которых кто хочет узнать больше и пойти учиться. Уже их там из описания в роликах. Уже можно ввести на этот сайт, где они купят. То есть, нифига себе. У нас там к этому топору сайт. Еще целая каша предлагается в виде огромного канала. То есть, вообще-то получается, что без этого элемента просто не будет работоспособным решение. Недостаточный сайт, нужна цепочка. Но дальше вопрос. То есть, если вы, например, сами планируете писать какое-то понимание задачи. И вы придумали какую-то идею. Что вы хотите продавать какие-то курсы, например. И у вас уже, предположим, о чудо. У вас даже есть какой-то уже раскрученный канал с какими-то подписчиками. Ну, дальше вопрос. А нужно ли вообще, говоря, сайт-то делать вам? Это точно ли необходимо? Почему именно сайт? И это вопрос. Потому, что можно с какими-нибудь патреонами в бусте продавать все то же самое. И, возможно, сайт вам и не нужен. И это, возможно, не самое эффективное решение. Если отойти от теоремы про сайт. То есть, чтобы вы не думали, что проблема со студенческими пониманиями задачи. Только сделать сайт. Конечно, нет. Вот пример из живого какого-то задания студенческого. Там понимание задачи звучит так. Создать плакаты, которые помогут компании продвигать сервис мелкого ремонта. То есть, тут вроде бы есть полезные действия. Что какая-то компания хочет продвигать сервис мелкого ремонта. И вроде как есть решение создать плакаты, которые помогут это делать. Но в чем проблема? Совершенно непонятно. Во-первых, почему нужны именно плакаты. И почему они вообще эту задачу решают. Но мы можем даже то же самое переформатировать в хорошее понимание задачи. В хорошую модель решения для этого первого абзаца ПЗ. Звучит так. Компания создает новый сервис мелкого ремонта. Клиенты будут вызывать мастера в строительных магазинах. Для этого необходимо рассказать покупателям в магазинах. О новой возможности заказать мелкий ремонт прямо в магазине. Для этого предлагаем разместить в магазине, с которым уже есть договоренность, фирменные плакаты, визитки и прайс-листы сервиса. Элементы вроде бы все те же самые. То же самое полезное действие. То же самое решение. Но теперь ситуация описана так, что будет понятно. Не возникает вопросов, почему это решение вообще может сработать. То есть, ответ на вопрос, почему. И главное, что все это в одном и первом абзаце. Соответственно, если вы внимания этому делили. Если это не сферический код в вакууме, что вы просто делаете какой-то сайт, совершенно не заботьтесь, откуда у вас появятся первые посетители. Или продукт, который вы говорите, что вы будете его продавать. У него непонятно, откуда возьмутся покупатели и почему они вообще об этом знают. То есть, если вы подумаете обо всех этих элементах, обо всей этой цепочке. И даже если это будет что-то простое и понятное, но полноценное. То есть, у вас уже тогда будет лучше. Ну и, конечно же, я рекомендую. Самое лучшее, что можно сделать, чтобы получить хорошую оценку. Это проявить какую-то инициативу. И принести, например, вот этот первый абзац. Там, не знаю, до, например, того, как мне прислать его. Если вы учитесь в школе. До того, как вы, собственно, это задание даже получили. Потому что вы, если собираетесь учиться на второй ступени, вы знаете, что там будет такое задание. Выбрать тему дипломов. Так что уже можно, во-первых, эту тему придумать. Можно попытаться этот первый абзац в качестве упражнения уже заранее, не дожидаясь задание, сделать. И попробовать получить мою обратную связь. Можно попробовать это, конечно, сделать и во время того, как само задание вы получите. И попробовать это сделать на неделе, когда это задание придет. Ну, так, конечно же, в принципе, не факт, что я вам отвечу в любом случае. Но, естественно, если вы напишите в последний момент, когда уже задание будет, вероятность моего ответа еще ниже. Но если вы это сделаете, у вас будет шанс получить обратную связь и какие-то комментарии. И сделать свое задание лучше. Соответственно, мой совет – это быть внимательней. И, конечно же, постараться обратную связь получить заранее. Это универсальный совет. Даже если вы не рассчитываете на, действительно, что вам обязательно кто-то ответит. Такое обещание я не могу дать. Но шансы у вас сильно повышаются. И по опыту скажу, что так и происходит у активных ребят. Самые лучшие ребята всегда приходили ко мне с вопросами о третьей ступени. Еще чуть ли не на первой ступени. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Александру за его вопрос о том, как получить высокую оценку за задание выбора тема диплома. Поскольку Александр не указал свою фамилию, я немножко не знаю. То есть, если Александр еще не учится в школе, то я хочу предложить Александру подготовительные курсы бесплатно пройти. Для того, чтобы дать, так сказать, фору и пойти в школу и, собственно, дойти до второй ступени и сделать хорошо задание и подготовиться к этому хорошенько. Если же Александр уже учится в школе, то, соответственно, я хочу предложить лично Александру встречу полчаса для консультации по поводу понимания задачи или любого вопроса с этим связанного, о моделях решения и так далее. Лучше всего подготовиться к такой встрече, если вы хотите, собственно, иметь какой-то материал, какой-то конкретный вопрос, а не просто вот типа давайте поговорим. Вот, соответственно, Александр, если вы хотите поручить один из этих двух призов, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А остальные, помимо всяких подписывайтесь на канал, конечно же, ставьте лайки. Это все понятно. Но главное, срочно не задавайте нам вопросы и побольше. Создать вопросы можно, собственно, в форме, через форму на сайте, адрес которого есть и на экране, и в описании к ролику. А можно прямо здесь, вот под роликом, в комментариях, мы все соберем и ответим. Исполнитель профукал или вообще оказался плохим. В принципе, если вы делаете что-то приличное, настоящее вот в этой сфере, это просто такой маст. И переживать хотя бы одну секунду по этому поводу, какой-то, на мой взгляд, бред. Но если говорить о все-таки о каком-то таком пуризме, да, и каком-то обосновании, и каком-то чувстве дизайна, очень трудно понять ваше терзание и суть вопроса.